На повестке дня Загорянка личный прием жителей провел в городском поселении Алексей Валов. Во встрече также приняли участие глава поселения Наталья Суменова и новый руководитель местной администрации Роман Назаров. С ним-то и связаны надежды на то, что проблемы загорянцев наконец начнут решаться. То, что два года мы обещали и не сделано, то не сделано по одной простой причине, скорее всего, не единственной способностью прежней администрации городского поселения Загорянка. Сейчас поменяли, поставили нормальных людей, которые обозначат проблему, будем ее решать все вместе. С целым букетом проблем пришла на прием инициативная группа жителей из деревни Оболдина. Люди купили квартиры в новом квартале на улице с красивым названием «Радужная». Но жизнь там оказалась совсем не такой. Не горят уличные фонари, не чистятся внутриквартальные дороги, вдоль проезжей части улицы Лесной нет тротуара, площадки для сбора мусора тоже нет. И все эти проблемы ЖКХ и благоустройство от того, что застройщик компании Оболдина-1 не передал построенные дома никому на баланс. Люди не знают, чьи они, то ли загорянские, то ли щелковские, то ли вообще ничьи. Вопрос неоднозначный, считает Алексей Валов. Дал поручение до января изучить ситуацию. После 15 числа я организую совещание по этому вопросу, приглашу всех прочих специалистов. На основании имеющихся документов мы проведем такой, до этого, конечно же, проведем работу, чтобы определить нашу хронологию, алгоритм действий для того, чтобы ввести эти земли в муниципальную собственность, дорогу ввести в муниципальную собственность, прилегающую территорию, таким образом оформить земельные участки и домам их присоединить, или оставить в муниципальной собственности, для того, чтобы была паспортизация и дорог, прилегающей территории для благоустройства и, соответственно, работа. Интенсивная застройка этого района загорянки создала еще одну социальную проблему. Серковская школа переполнена. Жителям Алексей Валов ответил, пока удается обходиться одной сменой, в программу строительства школ попасть невозможно. С жалобой на управляющую компанию «Сервисград» пришла жительница поселка железнодорожного полка Ольга Сбарская, в частности, на несвоевременную уборку мусора. Я живу уже 60 лет в этом городке, и вот на данный момент определиться, какая бы компания могла бы работать у нас, и работать так, чтобы мы не ходили и не писали жалобы. Управляющая компания работает около года. Алексей Валов считает, что это недостаточный срок для предъявления претензий, а порядок вывоза мусора все-таки проверят. Мы обязательно проверим нормы накопления и положение состояния дел по сбору тубоя КГМ в течение недели. И, соответствующим образом, после этого с вами встретимся. Немало в городском поселении Загорянский много квартирных домов, требующих ремонта. Алексей Валов дал поручение руководителю администрации Роману Назарову возобновить работу по обследованию домов для включения их в региональную программу капремонта. Несколько человек пришли на личный прием руководителя района с предложениями по улучшению жизни на Загорянке, что еще раз подтверждает тот факт, что в поселении отсутствовал диалог между властью и жителями, который теперь надо налаживать. Будем возобновлять работу на территории по многим направлениям и капитальную ремонту на квартирных домах, и по оформлению земельных участков, которые брошены сейчас, как без хозяина. Станция безжелезная давно уже работает. Просто слишком ситуация запутана. Как думаете, новой действующей власти трудно будет здесь? Трудно. Трудно. Очень много было потеряно за предыдущие годы. Именно вот доверие. Но у власти более внимательно заниматься проблемами жителей и регулировать их на начальном этапе. То есть не идти в келеваторе этих проблем, а возглавлять решение их. Ирина Микеда, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».